Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ох, каждый год мы ждём лето. Лето так проносится очень быстро, но всё равно во второй половине лета нас ждёт, ожидает... Летнее время, вот это вот... Summertime and living zizi. А концерты прекрасны, и жить легко, и прекрасно. Встреча, может быть, с уже полюбившимися артистами, открытие для себя новых, может быть, имён, которые станут приятным очень сюрпризом. Всё это приносит нам фестиваль Summertime, приглашает Несса Галланта и Патронесса фестиваля, наша оперная звезда. Несса Галланта сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как идёт подготовка к этому фестивалю? Что сейчас происходит? Какие, может быть, интересные новости, события с площадки фестиваля? Ну что, мы интенсивно готовимся, все участники, и это мы всё увидим с 18 августа по 21. У нас ожидает пять концертов и приятное новшество, так как всегда идёт поиск чего-то нового, интересного. В этом году будут участвовать две прекрасные художницы. Одна из них Кристина Луиза Авотене. Она своими картинами будет интегрирована в первый концерт «Открытие» и «Гудесман и Джо». А на второй концерт мы пригласили Элиту Патмалнееце, очень тоже интересная художница. Она будет на втором концерте работать с Шантель и его оркестром. Так что это будет очень интересно и ярко, и самобытно. Они очень разные и очень интенсивные. Так что я думаю, что это будет большим украшением для фестиваля и для каждого концерта. А каким образом? Да, это такая интрига. Раскройте хотя бы часть этого секрета, интегрированную как? Это будут на экранах. Да, для этого есть умные и талантливые режиссёры, есть экраны, есть сцена. Так что для тех, кто придёт, мы сохраняем интригу. Это будет очень яркое, красивое зрелище. Вот Алексей Гудесман, кстати, был гостем. У нас тоже по прямой связи мы беседовали и поговорили действительно и о мире музыки, поскольку он был знаком и с сэром Роджером Муром, с которым по линии ЮНИСЕФ общался, и помогал Хансу Циммеру сочинять музыку для голливудских фильмов. И, в общем, невероятно, конечно, удивительный, талантливый, многогранный совершенно артист. Абсолютно талантливый, эксцентрик, блестящий, потрясающий, технически оснащённый скрипач и джо, потрясающие пианисты. Лондон, школа Ягуда Минухина. Мне самой приходилось с ним работать, я понимаю, о чём я говорю. Так что это люди очень высокого ранга, потрясающие профессионалы, занимающиеся также и саундтреками и так далее, которые работают и для рекламы, и для фильмов, и даже один из них был номинирован на Оскар и так далее. То есть это ребята-эксцентрики, которые из самой высокой профессиональной когорты музыкантов могут превратить в шутку любое самое классическое произведение. И можно сказать ещё, что с ними сотрудничает Джон Малкович, у них совместно есть программа, где Джон Малкович выступает в роли такого злобного музыкального критика, и это тоже юмористическое шоу. То, что он сотрудничает с этими артистами, говорит, конечно, тоже о их самом высочайшем профессионализме и умении. Да, и также на первом концерте будет Адам фон Эзра из Израиля, наш специальный гость, который превращает контрабас в целый оркестр с помощью современных гаджетов. Так что это будет очень любопытный первый концерт-открытие. Да, ну и интересно, что и Гудесман и Джо, они же друзья буквально детства, то есть они оба познакомились в 12 лет, попав в школу Минухина, Гудесман и Джо, и они до сих пор вместе остаются как творческая команда. Вот очень интересно, что дружба, которая началась буквально в стенах музыкальной школы, она продолжается много-много лет. Это просто здорово. И так как я сама в Уницеф очень много участвовала в этих концертах, я понимаю, что там невероятного уровня исполнители и публика, и это все просто помогает для такого взлета и развития. Что ожидает после концерта-открытия, вот это первый концерт, первый вечер, а что будет дальше? Дальше будет зажигательная музыка с Балкан, Шантель, с его оркестром. Это для людей, обожающих танцевальные ритмы, любящих балканскую музыку, цыганскую, для всех желающих потанцевать, размяться, просто окунуться в море позитивных эмоций, так как фестиваль делается как раз для эмоций позитивных, для наполнения, для того, чтобы идти дальше по жизни, по возможности, с улыбкой, с большим зарядом бодрости. Или это как укол, инъекция витамина жизни и радости жизни. Так что это будет 19 августа. Шантель и его Буковина-клаб-оркестр дополнят художница Патт Молнееце. А тут два вопроса. Во-первых, как отбирали, почему выбор пал именно на неё? И при подготовке фестиваля за это меньше чем месяц, возможно ли ещё какие-то сюрпризы и дополнения? Это вы узнаете, конечно, на фестивале. Мы не будем открывать свои карты. Но обе художницы очень самобытные, очень яркие, очень выразительные. И это главный критерий был для отбора. Так что, так как мы хотим сделать праздник-праздник, и чтобы это было действительно для всех такое наполнение яркими красками и насыщенным летним настроением, то как раз и Аблотт, и Патт Молнееце, они просто рождены для таких вечеров. Тем не менее, будет день, когда произойдёт сразу два концерта, два выступления, и одно из них на малой сцене, а другое на большой сцене. Вот, в принципе, это будет такой насыщенный, я понимаю, один из самых насыщенных дней, 20 августа. Да, в шесть часов мы делаем «Вива-любовь». Это будет, скажем, классическая программа с моим участием, моих любимых молодых певцов, лауреатов нашего конкурса, Инесса Голланд с таланты. И, конечно, у фортепиано будет прекраснейший пианист, любимый Андрей Асотин. Там будет Сергей Егерс, которого очень многие знают и любят, Артём Сафронов. И, 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 не хочется открывать все карты. Я думаю, это будет очень красивый, наполненный классикой, благородством, эмоциями и любовью. Концерт. Потом в восемь часов вечера. Да, просто я хотел спросить, а всё-таки вот что это за произведения, связанные с любовью? Чем они, вот, в какой принцип был отбор этих вот произведений для этого концерта? Вы знаете, мне кажется, классическая музыка, она вся о любви. О любви, о страдании, о верности, о испытаниях, где побеждает любовь. Вот об этом мы и будем петь. Этим я занимаюсь всю жизнь. Ничего не меняется. И в восемь вечера будет ещё один концерт. Так, концерт замечательный по заявкам нашей публики, которая просто была очарована их первым концертом, Des Belugas. И это очень интересная, потрясающая группа, профессионалы, и у них невероятное количество поклонников. Единственное, у нас будет новая солистка, которую Анна Лука, она шведская, немецкая певица, очень деликатная, элегантная, очень самобытная. Я думаю, это будет большой праздник для всех любителей Des Belugas. То есть даже для тех, кто был на прошлых концертах, для них, может быть, знакомство с новой вокалисткой будет тоже приятным сюрпризом, и какая-то по-новому зазвучит эта музыка. По-новому, да. Все, кто любит клуб Des Belugas, я думаю, они получат невероятное удовольствие. А таких очень много. И, наконец... У меня есть невероятное количество заказов. Наконец, 21 числа, шоу Piaf. Впервые нечто подобное будет у нас. Да, это программа французских музыкантов. Она была подготовлена к столетию. Эдит Пiaf. Этот поробушек совершенно невероятный. Завоевал весь мир. Ее голос, ее тембр невероятная. Насыщенность эмоциональная. Она никого не может оставить равнодушным. И есть такая исполнительная, Натали Ле-Метт, которая признана ее преемницей. Французы это признали. Она невероятно исполняет, деликатно, абсолютно придерживаясь всех тонкостей этой невероятной, гениальной певицы. Будут, конечно, использованы фотографии того времени, ее и Парижа, этих мест, чтобы полностью окунуться в атмосферу Парижа того времени. То есть можно сказать, что это именно не концерт, это такое вот шоу музыкальное, практически спектакль, где вот... Да, это спектакль. Но в шесть часов до этого это тоже очень любопытный факт. Будет встреча с исполнителями, со всей этой французской группой, где публика сумеет задать вопросы и поинтересоваться, и получить любопытные ответы и рассказ того, что происходит за сценой. Так что это такие подробности, которые, ну, конечно, никто и никак не мог бы узнать, только вот в такой беседе. Могут задавать вопросы и получит на них ответы. Они проездили более 50 стран, там невероятное количество зрителей и так далее, и восторженных откликов. Это будет 21-е наше галагалантное закрытие. И, конечно же, как всегда, по нашей традиции, наши молодые лауреаты будут представлены на большой сцене и будут открывать любой концерт. Ну, это действительно дорогого стоит, вот выступить перед публикой, и особенно перед такими известными знаменитостями, в общем-то, которые дают тебе большой аванс для того, чтобы затем стать, хотя бы сравняться. Конечно, на большой сцене и перед такой публикой, и с такими мастерами. Ну что же, действительно, очень увлекательная программа, и я понимаю, что это после, ну, ковида настолько такая выстраданная, то есть, долгая разлука с публикой, и все-таки надежда на то, что удастся все-все провести, вот, и публика, которая соскучилась по фестивалю, получит огромное удовольствие, и, как в старые добрые времена, доковидные, как мы сейчас все время говорим, мы сможем собраться все вместе, провести приятный вечер, может быть, даже выпить бокал шампанского, там прогулять перед концертом. Я думаю, что вот этого праздника мы ждали так долго, два долгие года, и вот он состоится, и это будет такое прямо наполнение, такой заряд счастья, любви и потрясающей, высокого качества исполнителей. Так что я желаю всем присутствовать на концертах, получить этот заряд любви, радости, позитива, эмоций позитивных. Мы вас всех ждем, всех любим. С любовью, ваша Инесса Галланта. Спасибо большое. Спасибо большое. И до встречи осталось меньше месяца, с 18 по 21 августа пройдет фестиваль The Best of Summertime, приглашает Инесса Галланта. Уже в 16 раз он состоится в Дзинтерском концертном зале. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова